всем привет сегодня плановый брифинг для брокера и и markets и сегодня наша задача посмотреть на основные активы посмотреть на идеи оценить варианты которые можно проторговать и рынок интересен первую очередь тем что сейчас уровень волатильности является необычным и это волатильность самая большая в принципе всю мою историю трейдинга я никогда не видел такой волатильности сразу по всем рынкам сегодня рассмотрим валюту металлы посмотрим на американский рынок акций обязательно затронем пару доллар рубль и гривна доллар давайте начнем с открытых открыто золото на покупку от позиционной области я готов удерживать да здесь можно было зафиксировать и в тот момент попросту я не успел этого сделать потому что откат был в течение нескольких часов но изначально прибыль была довольно высокая можно было зафиксировать ее но когда я уже оказался за компьютером прибыль была меньше не ожидал что так быстро будет ходить по этой причине не сразу не сразу ставил take profit а потом уже подвинул его выше естественно уже было для этого поздно для этого момента и открыт general electric на падении цен значением историческим шесть с половиной долларов здесь потенциал тоже есть но это инструмент из американского рынка акции я ему сейчас сильно внимание уделять не буду посмотрим уже вместе со списком в общем сейчас покупки золота пытался купить евро доллар здесь на откате к 1 11 1 10 но естественно что меня сразу же практически зарубили цена пробежала импульсом за один день и опять вернулась в тренд технический анализ сейчас не работает то есть будем констатировать простой факт из тех кто сейчас занимается гаданием указывая на технический анализ большинство из них уже давно потеряла свои деньги в том числе и те трейдеры которые вели мониторинг и сейчас те кто остался с прибылью не растерял прибыль таких единиц и в основном на этих всех движениях конечно люди теряют волатильность это не всегда хорошо потому что иногда волатильность бывает не рабочий как здесь любой технический прием который можно практиковать на всем этом движении он себя не оправдывал то есть не шартовые не ланговые формации они не дали никому заработать за исключением тех кто просто попал удачно в движение те кто работает по каким-то тактикам стратегиям технического анализа потеряли но это не значит что так будет вечно поэтому пробовать нужно однозначно и пробовать именно потому что сейчас инструмента дают повышенную непосредственно волатильность и повышенный приоритет как следствие то есть вы можете работать технически любые минимумы и если говорить о евро долларе если говорить о долларе в целом то доллар сейчас за счет всех мер принятых штатами очень сильно растет но так будет скорее всего не вечно и поэтому позиционной области которые есть у нас понеделье подневки их можно попробовать работать на случай экстренного падения единственное что сейчас не получится работать с короткими стопами это однозначно любые короткие стопы которые будут вами использованы они будут просто сразу же сняты потому что волатильность среднедневной атр стал самым высоким за последние за последние наверное лет 10 точно поэтому 1 0 6 70 позиционно 1 0 5 70 можно попробовать здесь поработать если кто-то среднесрочно верит в усиление доллара от нас выселение евро относительно доллара то можно попробовать зайти зайти 1 0 6 1 0 5 немножко ниже вариант нормальный вариант нормальный и он полностью попадает и под цикличность и попадает под ситуацию единственное то что несмотря на любые технические параметры сейчас некоторые активы идут в одну сторону и к этому никто не был готов посмотрите на новозеландский доллар он просто идет в одну сторону просто идет в одну сторону астралийский доллар доллар канадец он просто идет в одну сторону и те кто пытается торговать развороты они просто сразу вылетают те кто пытается торговать восстановление тоже если зашел удачно в цикл попал если пытаешься зайти где-то на угасание здесь движение по 50 по 70 по 100 пунктов в одну в другую сторону это тоже очень тяжело проторговать я к чему это говорю потому что сейчас нужно ограничивать собственные риски это однозначный совет и пробовать работать то что хотя бы примерно вы понимаете иначе вы попадете вне позиции фунт доллар на исторических минимумах тоже фунт доллар он тоже пролетел все технические уровни на импульсе импульс всегда всегда за последние 10 лет торговался на отскок исключение когда после импульса идет зависание но сейчас рынок новый и именно с этим сложно поспорить тем не менее на что тоже мы должны ориентироваться как там и должны это работать развороты наверное нет развороты это плохая тактика в любом случае ну а сейчас тем более если вы хотите торговать разворот скорее всего что вас сразу снимут если откаты торговать то это 120-1 2150 то есть зона отката очень высокая как видите по стопу потому что сейчас от и ар завышенный но попробовать стоит 120-1 2150 на откат в короткую если ситуация не поменяется тоже валюты я в ближайшее время торговать не планирую именно потому что на валютном рынке мы видим настолько сложную ситуацию настолько непонятную отдавать свои деньги каждый раз по любому техническому принципу это тоже нездоровая вещь доллар иена технически нужно шортить но практически я понимаю что не за что зацепиться то есть технически эта зона шарта и уже цена отсюда откатывала первично она достигла этой зоны откатила и опять вторично вернулась но где ставить стоп где заходить если заходить еще более менее понятно область то где ставить стоп область непонятно совершенно и здесь нужно смотреть на дневной график как будет у нас сегодняшний день завершён и каждый день для инструмента несет в себе информацию если мы упадем ниже 108 50 можно будет попробовать завтрашить завтрашний день начать с коротких если смотреть на техническую картину по длинным ничего вообще нельзя сказать непонятно где работать доллар франк пришел в зону коротких и здесь в отличие от доллар йены попробовать можно потому что здесь хотя бы видна зона риска если на доллар йены ее просто нет здесь она видна она большая если на нее смотреть это 97-98 50 даже можно попробовать так либо смотреть выше 97 50 98 50 вот так но попробовать можно это вариант который хоть как-то вписывается в критерии отбора сделок доллар франк попробовать можно золото как я уже сказал я в длинных это зона длинных которую стоит проторговать после такого импульса кризисная ситуация и паника может начать влиять на цену и это будет на руку стоит попробовать доллар рубль потенциал движения вплоть до 85 откаты нужно выкупать я не думаю что есть смысл шортить поэтому выкупать откаты ближайший откат это 75 казалось бы по 75 это дорого но если брать технические брать уровень объемов то это 75 73 с половиной в этой зоне можно пересмотреться к покупкам с целью роста в район 85 то есть вполне это исторический максимум и когда как не сейчас достигнуть этой цены поэтому доллар рубль кто торгует попробуйте ну а шортить это не раньше 85 и то смотреть как будет вести себя цена потому что можно до шортиться до до потери депозита и маржин кола новозеландец неизвестно что с ним делать может быть 51 50 если достигнет раньше просто не просто в не купить негде естественно фунт йена то же самое вместе с фунт долларом она все пролетело поэтому мы оставим в покое даже не будем смотреть доллар канадец здесь потенциал роста достигнут это 47 48 цена достигла значений опять же 46 область 47 46 половиной тире 48 это у нас зона роста и если кто экстремалит по поводу коротких то вот она эта область если вы открыли уже короткие то пробуйте держать их наверное до 40 по поводу покупать очень далеко это 34 33 32 но учитывая рынок может быть все что угодно поэтому будем ждать просто держать руку на пульсе еврофунт аналогичным образом он просто вылетел за все максимумы которые могли бы быть и если посмотреть на месяц то ближайшая позиционная область которая может быть достигнут это 96 тире 98 96 98 можно попробовать там поработать записать себе эти цифры 96 98 понимать что они есть и в случае достижения уже посмотреть попробовать угасания попробовать продать потенциал движения впадения очень высокий до 90 до 89 то есть если удастся вам продать там то можно попасть в образное движение рынок меняется каждый день нефть марки бренд марки wti все попадало и даже на 20 долларов пришло все таки в позиционку в следующую по 20 долларов я не купил а надо было купить по 20 долларов было сразу поставить лимитник и попробовать оба лимитника и 26 24 и 20 19 два лимитника надо было поставить обе ситуации пробовать поработать потому что они обе техничные все кто-то кто-то смог купить на прошлой неделе мы с вами обсуждали если кто-то смог это купить попробуйте поддержите до 29 вообще я вижу смысл в том чтобы шортить эту ситуацию шортить от области наверно 32-34 32-35 риски конечно запредельные в процентном выражении но и ситуация нестандартная поэтому 32-34 32-35 можно попробовать подумать о том чтобы заширотить на возврат если он будет европа падает америка падает к этому придем чуть позже биткоин достиг 4000 в последнем снижении кто взял держите распределение 6 с половиной если достигнет 6 половиной 7 можно подумать о коротких позициях но это единственное что можно будет сделать в остальном ничего предсказуемого нет по поводу гривны естественно падает и скорее всего что падать будет глубже и возможно даже очень глубоко смысл а сейчас держать в гривне наверное особого нет потому что вся ситуация скажется на нас удвоенной силой как обычно и таким образом попросту берите и старайтесь правильно распорядиться деньгами если кто в гривне если кто торгует то гривна доллар даже нет смысла покупать я не вижу не вижу причин просто не вижу для этого причин не технических не фундаментальных ну а теперь самое интересное америка америка как вы видите по s&p сейчас мы его увидим почему-то последнее время трейдинг юни сразу реагирует на движение достигнуто уже снижение первой величины это 30 процентов это крайняя зона падения за последние 10 лет за последние 12 лет естественно это был восьмой год и потенциал на восьмой год если брать от пика то это 1900 1800 по s&p естественно что многие компании в таком случае просто обанкротятся особенно это касается компаний которые связаны так или иначе с массовым скоплением людей технологии вероятно выживут но сейчас речь не об этом речь о том что да это зона покупки и многие компании привлекательны по ценам проблема лишь в том мы не знаем насколько серьезен этот кризис и если начнут компании банкротиться то все это посыпется еще глубже и мы ничего не сделаем поэтому самая главная моя рекомендация для тех кто торгует акции для тех кто торгует возможно cfd это плечо x1 не берите плечо на акции ни в коем случае никоим разом иначе вы останетесь без штанов неважно сортите вы или лангуете сейчас рынок дергает так и любая новость которая исходит от правительств развитых стран она может повлиять на ситуацию в краткосрочном плане и вы просто лишитесь своих денег если вы хотите торговать акции то это должно быть первое плечо и это в первую очередь касается тех кто лангует если вы залангуете вот как я у меня есть компании которые по не очень хорошим ценам куплены опять же я торгую фондовый рынок америки реальные акции есть купленные по не очень хорошим ценам но учитывая что я работаю без плеча я понимаю что эти компании не обанкротятся допустим тот же диснея но он не обанкротится и связи с этим опять же я могу держать ее на перспективу то есть я не буду сбрасывать понимаешь что сейчас для меня цена на сброс минус 30 процентов я не буду сбрасывать я буду держать зная что это очень неплохой актив и зная что все это восстановится со временем есть по хорошим ценам тот же мэри трейд по 30 долларов для меня это хорошая цена и он не сильно реагирует на рынок он растет в отличие от тех активов которые постоянно падают это брокерская компания очень крупная которая занимается торговлей на америке и падение рынков недостаток рабочих мест может привести к тому что люди заинтересуются трейдингом еще больше и это одна из фундаментальных причин но сейчас по порядку первая рекомендация очень важно это первое плечо на акциях чтобы кто вам не говорил вы останетесь при своих со временем если даже что-то пойдет не так шортить можно и рынок может падать еще глубже но шортить вы будете брать издержки не все сейчас можно шортить тем не менее на возвратах допустим если с нп вернется к трем тысячам каким-то чудом дадут а вероятность того что перед более глубоким падением дадут сначала рост она очень велика чтобы люди начали скупать и чтобы их сбросить то есть понимаете как происходит сознание людей обработка информации когда сейчас индекс здесь как думаете сильно люди покупают акции нет они понимают что может быть падение более глубоко а те кто застрял в каких-то активах типа boeing а united airlines какие-нибудь холли бертон и хаяты и прочее они пытаются вернуть хоть что-то думая что это может привести к банкротству и сейчас сми тот же блумберг пистерит информации о том что банкротится будут сетевые отели банкротится будет авиакомпании и на сознание человека это оказывает невероятное влияние и если он брал еще из плечом не дай боже он начинает выходить те кто брал с плечом их уже вот этот рынок съел те кто брал со вторым плечом уже все их уже нет даже те кто заходил в 3000 уже многих нет на некоторых активов на большинстве откаты более 50 процентов от этих значений и тут уже речь о том что психологическая часть влияет сильно и здесь не берут и чтобы они начали брать нужно поднять цену вот если цена снова поднимется начнется какой-то рост и начнут заголовки меняться на менее панические то есть сейчас панические люди сбрасывают а кто-то скупает а вот когда начнутся более позитивные начнется рост то есть опять же как один из сценарий люди начнут покупать понимая что все восстановление все будет отлично и вот только тогда разумно было бы обновлять минимум потому что кто-то должен быть в противовесе кто-то должен кормить движение это движение накормили те кто с плечами это движение накормили те кто покупал здесь и потом сбрасывал ну то есть опять же я тоже покупал я здесь покупал disney и когда она упала все как видите куда она упала очень далеко и я работал без плеча и работаю без плеча поэтому нет disney остался я его сбрасывать не буду в принципе то есть я не вижу в этом смысла фиксировать убыток по активу учитывая ситуацию вернется к нулю я disney сброшу для меня это не очень хороший актив не очень хорошие инвестиции а тот же допустим эмири трейд зебру я готов поддержать это нормальные вещи в общем лонговая зона сейчас посмотрим открытие рынка начинается рост можете попробовать взять шарты из трех тысяч логичны вполне вполне но я не знаю буду ли шартить скорее всего именно конкретно индекс буду шартить не акции по акциям по акциям apple зоне спроса был но его ниже хочется 210 200 по apple готов я дать за него это нормальная цена дальше по интересному давайте сразу amd сейчас спроси и если смотреть на восстановление индекс это вот amd может быть активом который вполне интересен да в процентном выражении более глубокие падения интересны но учитывая даже ситуацию с точки зрения фундаментала amd может быть сильнее рынка 40 38 можно попробовать если сейчас хочется если хочется дешевле то это 31 28 эмири трейд у меня в покупке с 30 долларов здесь можно держать и я для себя ставлю потенциал роста вплоть до 48 50 то есть если брать точку входа я рассматриваю то что подорожает процентов на 50 через время вот так что можно пробовать это все поработать amazon дорожать будет огромная вероятность того что amazon будет дорожать точки входа как таковые можно и брать его из откатов по 1700 пробовать amazon может и максимум обновить на этой ситуации сейчас все что касается онлайн торговли может быть перевозчики супермаркеты аптечные сети это все может и будет скорее всего дорожать достаточно посмотреть на amazon который не падает в рынок достаточно посмотреть на крогер достаточно посмотреть на волмарт все они растут на ситуации потому что для них это прибыль может быть как наши ребята тоже рассматривали стриминговые сервисы тот же netflix это выгодно брать не берите сейчас производство не берите сейчас авиакомпании отелей это плохая будет инвестиция то есть в тот момент когда падала понимаете еще как работает вся ситуация как работает сми когда она падала здесь когда она падала еще не еще не было столько крика вот когда было здесь не было столько крика и когда было здесь не было столько крика то есть вот эти две зоны покупки крика не было поэтому здесь люди покупали все и здесь люди покупали и здесь люди покупали но на откатах те кто более осведомленные трейдеры инвесторы покупали на откатах все все сектора и отели и ресторанный бизнес все покупали все Никто не знал, что настолько сильно будет продолжена эта паника. А вот когда упала сюда, вот здесь уже понятно, что любые сферы, которые связаны с массовым скоплением людей, сфера обслуживания, лучше их не трогай. Вот в чем дело. То есть тогда это было разумно, потому что никто не знал, что будет так. Сейчас это просто нелогично. Тот же Activision. Можно подумать об Activision, попробовать его взять по 48-45, если он упадет. Неплохо, и это будет расти с огромной долей вероятности. Boeing. 80 долларов был минимум, он все-таки от этого минимума пошел в рост. Это минимум позиционный, видите. Но я не рискнул брать, честно. И не рискну, скорее всего. Кто может торгует, я эти сектора сейчас не трогаю. Alibaba на фоне того, что это Alibaba, естественно, падает. И нормальные цены, это, наверное, долларов 150, пока не буду трогать. Банки тоже страдают очень сильно, банковская система. Их лучше не дергать, можно на них потерять сити. Катерпиллер, у меня был по 100 долларов, но я катерпиллер закрыл и вместо катерпиллера взял доллар 3. Кому интересен катерпиллер, можете попробовать катерпиллер брать и держать. Катерпиллер очень хороший. У меня он был по 100 долларов, я его сбросил. И опять же, сейчас он, вероятно, пойдет в дальнейший рост. Вместо катерпиллера я взял доллар 3. Наш один трейдер посоветовал, он живет в Штатах. И взял доллар 3. Доллар 3 с большой долей вероятности будет расти. Это тоже сеть торговая. И он трендовый, неплохой инструмент. Потенциал роста вплоть до 100 долларов. И опять же, брал я его в районе 70 долларов, и сейчас он 65. То есть он немножко просел, но потенциал движения у него неплохой. Можно пробовать с ним посидеть. Так, опять же, тем более, учитывая откат от максимума, тут тоже нужно очень важную вещь понимать, что я беру то, что выгодно хотя бы с дисконтом продается на момент времени. ЦИСКО растет, и ЦИСКО я хотел брать по 32-33 доллара. Не взял ЦИСКО, сейчас жалею, конечно, очень сильно. Почему? Потому что ЦИСКО это интернет-технологии, и перевод на карантин, на все остальное, может, конечно, повысить спрос на компании подобного рода, и они будут востребованы. Может быть, многое работа на время хотя бы будет переходить на фриланс, на удаленку, и это все вызывает рост сектора. ДИСКО, неинтересно. Дисней, вот он мой Дисней, который сейчас стоит на 60% дешевле, даже на 65% от пика дешевле, да, 66% в минимуме, да, 70% от пика дешевле, чем он был. И я не буду, естественно, усреднять, я не занимаюсь подобным. Это неинтересно. Хотя вот что-то за бар такой у нас здесь. Он проваливался. Минимум 91. Нет, это не то. Это какой-то артефакт. И в целом инструмент или нет, или все-таки это не артефакт? Да, 79 был минимум, представляете? То есть кому интересен инструмент, можно попробовать его поработать в минимумах. Они тоже запускают свой стриминговый сервис. Но если говорить о том, где бы я его покупал сейчас, то есть если бы мне говорили, где ты купишь Дисней, я бы покупал его в районе 70 долларов. То есть вот так. Среднять я его не буду. То есть Дисней для меня это застрявшая инвестиция. Ebay не нужно. Ford и прочие тоже не нужно. Они закрывают производство. Скорее всего, Ford будет очень-очень дешево. Если кто-то хочет на средний срок вложиться, это может быть разумным, но где-то доллара по два, наверное. Доллара по два. Но средний срок это гениальная идея, может быть. Если они останутся на плаву. Так, 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 так. Facebook. Тоже Facebook может быть 130-120 долларов. Подождите. FedEx. Вот, кстати, FedEx можно подумать. FedEx можно подумать. Он уже упал на 90 долларов. Если кто-то брал по 90 долларов, молодцы. Если кто-то не брал, можно брать его и по 100 долларов, и по 95 долларов. FedEx с потенциалом на 140-150. Это отличная идея сейчас даже. Все это General Electric, General Motors. Не надо. Google по 1000 долларов неплохо выглядит, если он будет по 1000. Нормально. Можете подумать тоже. Так, так, так. Это все неинтересно. Неинтересно. Coca-Cola была интересна. В районе 42. В районе 41 доллара. Потенциал падения. Даже если кто-то брал по 44, держите. Это нормально. Для Coca-Cola это неплохие цены. Kroger. Негде брать его. Откаты можно выкупать. Попробовать 29-28. Скорее всего, будет расти. Вот одна из тех компаний, которая будет расти. Так, это все неинтересно. Неинтересно. Marriott тоже, как в сети Телли, она падает, компания. И здесь откат был цикличный. И сейчас она в спросе. Но я не знаю. Не трогайте лучше. McDonald's. Можно попробовать в районе 120 долларов. И он, скорее всего, еще упадет ниже. Можно пробовать 120 долларов. Если он будет 90 долларов, 90-80, это вообще отличный вариант. Даже 100 долларов это отличный. То есть 120-110 это отличный вариант. Это отличный. Это 50% от максимума. Для этой компании это хорошо. Можно подумать над этим всем. Так, опять же, Merck. Тоже попробовать можно. Для него это нормальная цена. И Merck, скорее всего, глубоко падать не будет. Можно посмотреть Merck в районе 70 долларов. Вполне. Почему бы и нет. Microsoft я бы хотел ниже. 140 тоже нормально. Это 35-40% падения. Но, учитывая глубину падения рынка, хочется что-то дешевле брать. Хорошее дешевле, как обычно. Можно и здесь. 140-130. Но я бы 110-100 смотрел. Netflix. Дадут 270-250. Надо купить. Вот Netflix с огромной долей вероятности не будет проседать. Дальше, дальше. Pfizer. Тоже Pfizer 30 долларов. За него хорошая была цена. Если кто-то взял, можете попробовать держать. Нормальный вариант. Starbucks. Тоже вариант хороший на случай снижения. И здесь потенциал падения очень неплохой. Я хочу взять по 40 долларов. 40-30 долларов. Если он будет 40-30 долларов, это отличная цена, учитывая его максимум. Это отличная цена. И Tesla. Сейчас уже неплохая цена. 360-350. Неплохая цена. Это 60% от максимума. И это может быть востребованным. Почему нет? 250-210 еще лучше. То есть рассматривайте таким образом, что если вы будете брать Tesla, понимая, что она может и на 200 сходить долларов. И вот здесь, если вы берете, то думайте о том, что вы будете делать, когда она будет стоить 200. Когда она будет 220-230. Но в общем-то 360-350 нормальная цена. Возможно, сегодня на открытии я что-то и возьму из Tesla. Ну и в принципе, United Airlines очень глубоко. И цены нормальные. И на Boeing, и на United Airlines. 21-20. Можно подумать. Можно подумать. Опять же, WinResource, естественно, очень далеко. Все они попроседали вчерашним днем на 20-22-23%. И Zebra у меня куплена по 200 долларов. И она сейчас стоит 185 долларов. В принципе, потенциал роста хороший. И компания хорошая. Опять же, это IT-компания. Решил попробовать ее взять и поработать. Буду смотреть со следующей недели более глубоко на ситуацию. Буду, наверное, на этой неделе загружать еще кэш на счет, чтобы взять более провалившиеся. Пока спекулятивных сделок я не открываю. В принципе. Сейчас валюту торговать очень сложно. Сырье, металлы торговать очень сложно. Я спекулятивные сделки не трогаю. На них можно просто поотдавать все, что есть. Надо очень аккуратно. Вот такие вот дела. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, мой длительный брифинг был полезен. Всем пока.